В преддверии Дня Учителя губернатор Сергей Баженов встретился с педагогами, ученики которых в нынешнем году показали хорошие результаты на ЕГЭ. Он обсудил с учителями изменения, которые произошли в сфере образования за последние годы и поздравил их с наступающим праздником. Слово Анжелики Антипиной. Этих ребят без преувеличения можно назвать будущими кулибинами. Под чутким присмотром народного учителя России Юрия Лепехина они пишут программы для собственноручно сконструированных роботов. Этот наделенный интеллектом Самоделкин уже делает первые шаги. Ну хватит, вот, что ты за много находил, остановись. Он останавливается, когда встречает препятствия. Встречает препятствия и останавливается. В нынешнем году шесть учеников Юрия Васильевича Лепехина показали самые лучшие знания по информатике и написали ЕГЭ на 100 баллов. Эти результаты – совместная заслуга и ребят и преподавателя. В прошлом учебном году в 78-й школе высший балл по ЕГЭ набрали 8 учеников. И теперь эта школа попала в рейтинг 500 лучших в России. Слагаемые такого успеха возможны только при совместном труде учителя и ученика. Если будет высок потенциал учителя, он знает и умеет решать те задания, которым он может научить детей, только в этом случае и дети могут быть так хорошо подготовлены и иметь такое высокое качество знаний. Два основных критерия – результаты ЕГЭ и призовые места на региональном и заключительном этапах Всероссийских предметных олимпиад стали критериями для определения 500 лучших школ России. Этот рейтинг в текущем году был составлен впервые, и в него попали сразу пять учебных заведений Волгоградского региона. С педагогами и директорами этих учебных заведений, воспитавших стубальников, накануне Дня Учителя встретился губернатор. По модернизации образования вы, наверное, лучше меня знаете и можете рассказать, что происходит в школах. У вас в школе коснулось модернизации? Да, конечно. Коснулось. Нам ежегодно на протяжении последних четырех лет выделяется определенная сумма, что позволило нам снова пополнить, естественно, свою материально-техническую базу различной техникой, мебелью и так далее. И что особенно отрадно, в последние два года разрешили тратить определенный процент на ремонт здания. Сегодня в регионе активно финансируется и модернизация школ, выделяются средства на гранты для учителей. Кроме того, Сергей Баженов предложил разработать проект жилищной поддержки сельских педагогов и специальный проект для решения квартирного вопроса молодых учителей. А чтобы изыскать средства на все эти социально значимые расходы, губернатор решил сократить чиновничий аппарат. Мы резко сокращаем количество министерств у нас в правительстве, сокращаем количество министров, вице-премьеров, автотранспорта. То есть переходим на режим жесткой экономии. На этой встрече говорили о многом – о системе оздоровления детей, о школьной форме. Кстати, это нововведение, признались педагоги, волгоградские родители встретили очень хорошо. Еще в ходе разговора обсуждалась необходимость усиления связи с вузами. А также укрепление спортивной базы школ. По словам самих учителей, встреча с губернатором получилась очень полезной. Если оценивать языком учителя, удалось на пятерку. Потому что носила неформальный характер. Были подняты очень интересные, такие позитивные вопросы. И теперь вот после ответов на наши вопросы мы будем ждать изменений. В плане математического образования говорилось о связи школ с вузами. Было отрадно замечено, что шел разговор о повышении заработной платы работников образования. Интересно состоялся разговор по охране здоровья детей, обеспечению образовательных учреждений медицинским спортивным оборудованием. То есть вот глава нашего региона в теме модернизации российского образования, проблемы общеобразовательных школ и есть задачи и перспективы, которые будут решаться в нашем Волгоградском регионе. Анжелика Антипина, Мария Иванченко, Василий Кострыкин, телекомпания Ахтуба.